Итак, мы закончили беседу и возвращаемся из Таиланда в Европу, ближнее зарубежье, будем сейчас общаться с Романом Голубевым, нашим экспертом из Латвии, моим коллегой, другом, редактор латвийского журнала «Квадратный метр» и портала в варианте LV. Роман, привет! Ну, добрый день! Привет-привет! Ты в офисе или где находишься сейчас? Да, ты знаешь, как бы я сегодня приехал специально для нашего разговора в офис, а так на неделе работал с дома. В принципе, я в офисе один, поэтому это у нас разрешено. Давай вообще тогда, что разрешено, что запрещено, какая эпидемиологическая обстановка в Латвии и как все это воспринимается? Ну, смотри, у нас ввели карантин с 14 марта по 14 апреля, но на этой неделе продлили до 12 мая. У нас нет таких жестких мер, как, как я понимаю, в Италии. У нас рекомендовано, чтобы не более двух человек собирались, если это не члены одной семьи. Вот. Но, в принципе, как бы машины по улицам ездят, люди ходят, но люди стараются держать дистанцию, выполнять все меры, которые просят. Если говорить о ситуации, то у нас вот на сегодняшний день инфицированных 589 человек. Из них умерших двое. И скажу, что слава богу. И чтобы вы понимали, как бы умершая бабушка 99 лет, дай бог нам всем дожить, и второй мужчина 75 лет, у которого был букет других болезней. Как бы каждая жизнь, безусловно, ценна, но сама ситуация, я считаю, что у нас довольно нормально, и наше правительство считает, что оно заранее приняло какие-то меры предосторожности, которые позволяют пока нам вот видеть довольно нормальную на фоне других стран ситуацию. Что работает, что не работает? Какие предприятия открыты? Смотри, как бы все, что связано с увеселительными заведениями, гостиницы, игровые площадки, спортивные залы и так далее, все это закрыто. Работодателям рекомендовано, как бы запрещено, если больше 50 человек, чтобы в одном месте собирались, работодатели больших предприятий стараются обеспечить так, чтобы люди тоже работали на расстоянии. Магазины работают абсолютно в нормальном режиме продуктовые, прежде всего, да, специализированные тоже работают, ну, опять же, говорю, что с соблюдением мер предосторожности. Но надо понимать, я очень так интересно слушал словенца, вот если мы говорим, опять же, я чуть-чуть перескочу о торговле, то я вчера смотрел отчет по крупнейшим сетям нашей страны, которые работают, Риме, Максима. У них за этот месяц был подъем торговли продуктами питания, сейчас этот показатель прироста падает, но это понятно тоже, что люди накупились, уже дома, в принципе, всего, наверное, и уже только то, что надо, повседневно покупают. Но вот, опять же, интересно, что по этим крупным сетям у них очень большое падение товарной группы, которая называется NoFood, то есть не продукты питания. И в этом плане я вижу, что в Латвии, знаешь, выжидательная позиция у людей, то есть люди сейчас тратят деньги только на действительно то, что очень нужно, на товары первой необходимости. А тот же шоппинг классический, он сейчас откладывается на завтрашний день. Люди чуть-чуть ужимаются, они стараются как бы копить деньги, понимать ситуацию, потому что нет четкой ясности, когда это все закончится. Конечно, мы сейчас вот, надеюсь, верим в то, что 12 мая, ну, сейчас у нас до 12 мая продлено, что, видимо, там в конце мая все-таки уже будет более понятно и как-то начнет потихонечку эта ситуация улучшаться. Скажи, пожалуйста, если мы говорим, ну, вот о каких-то первых сигналах рынка недвижимости, все-таки какие-то изменения уже должны быть очевидны, должны быть пятны? Смотри, да, я вот смотрел статистику в начале марта, март, несмотря на то, что я сказал, что с 14 марта у нас уже вели карантин, март по количеству сделок оказался абсолютно адекватен и на уровне января и февраля. Там, допустим, вот в марте было в Риге 1231 договор покупки, а в январе было 1251 сделка. То есть никаких просадок в марте не было, но это и понятно, потому что у нас на регистрацию обычно сделки уходят где-то порядка 10 рабочих дней, и, соответственно, то, что люди до этого заключали, то вот мы увидели эти сделки. Но сейчас вот я посмотрел уже статистику апреля, посчитал и вижу, конечно, что в Риге количество сделок. Если мы берем среднее число сделок на один день, то, в принципе, где-то сейчас получается на 30% меньше, чем в марте. В Рижском районе где-то на 20% меньше. Посмотрел, вот Далгаупилс там минус 27%, и, опять же, Курзунский районный суд, земельная книга, это там города Лепа и Венсковс, получается, то там порядка 40% меньше сделок. Но еще раз говорю, что это не говорит о том, что рынок рушится. Это говорит о том, что ситуация такова, что люди занимают выжидательную позицию. И надо понимать, что у нас отделение земельной книги, это ваш аналог регистра сделок, они сейчас работают только в удаленном порядке, то есть можно в электронном виде переслать, либо отправить по почте. Точно так же у нас по статистике порядка 60% сделок, допустим, в той же Риге проходило при участии ипотечного кредита. И надо понимать, что его тоже чуть-чуть сложнее стало получить, хотя бы потому, что теперь навстречу надо записываться заранее, и многие филиалы банков сейчас точно так же закрыты. То есть есть некие естественные препятствия, которые не позволяют свободно функционировать рынку. Ты знаешь, тоже иногда в последние недели звонят, спрашивают, как рынок. Но я считаю, что классического рынка сейчас нет, потому что рынок, мне кажется, этот набор каких-то устоявшихся инструментов, опять же, эмоциональный фон должен соответствовать. Сейчас вот этот эмоциональный фон, к сожалению, у многих ожидательная позиция. Но при этом я общаюсь много с риэлторами, еще раз, как бы, вот у тебя были предыдущие ораторы, они представители именно риэлторского бизнеса, а я как бы могу просто транслировать информацию со стороны уже. Ну, допустим, вот вчера я разговаривал с человеком, она говорит, если сейчас есть звоночек и на недельке мы там проведем 2-3 показа, то это уже хорошо. Потому что раньше, как бы, 2-3 это было в сутки, но при этом, как бы, нету паники, но есть сегменты, которые, конечно, уже почувствовали такую тяжелую ситуацию, и это сегмент аренды жилья. Давай я про это у тебя, про аренду жилья обязательно спрошу. Хорошо. А сделки-то сейчас как-то в Латвии чисто технически завершить? Да-да-да, технически проходят сделки, но я тебе поэтому и назвал цифры, это можно все делать удаленно в электронном виде, подавать, либо, опять же, отправлять почтой. То есть они проходят, но их стало меньше, это тоже факт. Окей. Вот про аренду жилья, ну, мы с тобой кратко еще там несколько дней назад, когда по телефону общались, обсуждали этот вопрос. Расскажи, потому что вот этот момент, ну, я, по крайней мере, и в других странах я пока явно такого не слышал. Что происходит на рынке аренды? Ну, смотри, мы сейчас можем, я буду говорить чисто о Риге, да? Ну, да. Пошла волна, что дорогие аренды, люди обращаются, мы говорим про жилье, люди обращаются с просьбой скинуть либо ставку, а в низком сегменте, ну, низкий сегмент, это я называю как бы жилье в советских, домах в советской постройке, уже есть примеры того, что к владельцам звонят арендаторы и предлагают такое условие, что либо мы за коммунальные остаемся, либо мы уходим. Но это связано с тем жильем, которое работодателями арендовалось для своих работников. У нас, безусловно, что очень много бизнесов сейчас приостановили свою деятельность, у нас действительно есть программа тоже помощи. Если Словения там называла, у них вроде там 9 миллиардов, то у нас пока называют где-то в районе 4 миллиарда. Но нет такого, что уже прямо сейчас эти деньги начали поступать людям, поэтому, опять же, если предприятие видит, что ближайший месяц-два у него не будет работы, то оно либо отправляет работников за свой счет, либо ставит на биржу. Ну и, соответственно, жилье тогда выходит. Плюс многие действительно ужимаются. И если вот раньше человек жил в квартире отдельно от родителей, то сейчас он считает разумным все-таки переехать к ним и посмотреть на дальнейшее развитие ситуации. Вчера вот вчера с человеком тоже самое разговаривал, он торгует ноутбуками, но вот он говорит, я сейчас перееду, потому что есть четкое понимание, что летом, когда все нормализуется, дороже не будет. Это тоже факт. А говорит, возможно, будет дешевле, возможно, смогу найти себе более хорошее предложение. Но в Риге еще что очень интересно, был большой объем предложений, который выходил на Airbnb или Booking, который был ориентирован на туристов. Туристического потока нет. Люди точно так же инвестировали в эту недвижимость, чтобы получать от нее доход. Сейчас они понимают, что туристический поток, ну, никоим образом в ближайшие, ну, наверное, полгода не восстановится. Это тоже объективно, потому что у нас даже наш знаменитый аэрболтик говорит о том, что по осени у него, там, во второй половине года у него будет только 50% рейсов относительно тех показателей, которые были в прошлом году. Ситуация понятная, четкая, и владельцы этих квартир, которые рассчитывали раньше на краткосрочную аренду, они тоже начинают выводить их на рынок, и тем самым растет объем предложения. Спрос, ты сам понимаешь, иностранцев нет, он тоже имеет свой какой-то ограниченный объем, соответственно, это как на нормальном рынке, это начинает давить на цену. Скажи, пожалуйста, а как происходит, во-первых, как юридически вот эти вопросы сейчас как-то решаются? Есть съезд, заезд, то есть взаимоотношение арендатора, арендатор или все это так? Ну, это, во-первых, все в рамках договоров. У всех есть договора, и там обычно у нас, ну, в нашей практике было, в латвийской, если договор о аренде, то просьба там за месяц предупредить о том, что будет съезжать человек, то есть возможен разрыв. Значит, ну, если вот опять же, мы только начали говорить об аренде жилья, есть еще, конечно, аренда коммерческих помещений, и ситуация тоже не очень хорошая. Дробь, давай сейчас... Спишу? Да, спиши, две минуты все-таки про аренду жилья. Значит, еще разок. Вот мы с тобой, когда даже еще обсуждали, по-моему, в начале марта мы с тобой в Москве виделись еще на выставках, еще за несколько дней до того, как границы были окончательно закрыты, и до этого несколько раз мы говорили, что вот доходность от недвижимости именно старой советской, это с одной стороны... Была выше. Была выше, но тогда же было понятно, что, в общем, риски, может быть, какие-то есть. Так вот, сейчас получается, что вот эти ребята как раз находятся в самом тяжелом положении. Да, но мы... Ты прав, тогда мы... Я тоже говорил, что очень многие смотрели на серийное жилье, что оно дает большую отдачу, тогда можно было 8-10%, но получается, что и сам конечный потребитель этого жилья, то есть люди с более низким уровнем дохода, они... Этот кризис по ним больше всех и ударил. Поэтому вот они и вынуждены как бы делать такие предложения, что там где-то оставаться на коммунальной, либо там в половину уменьшать платежи. И здесь уже, опять же, все зависит от владельца недвижимости, от его позиции. Но вот те люди, с кем я общался, они сказали, что они все-таки понимают, что надо принимать предложение, потому что они не видят сейчас возможности найти на тех же условиях другого клиента. А этот клиент, да, он переживет эту ситуацию, дай бог, дальше экономика начнет восстанавливаться, человек пойдет работать, и, соответственно, он продолжит дальше арендовать это жилье. Ну и, соответственно, получается... Ну, давай такой пример. Ну, ты сказал, что, наверное, снять сейчас можно, ну, по сути, объект за коммунальной почвы, но... Филипп, 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 это, опять же, это я рассказываю крайности, это пока не имеет масштабного такого распространения, все-таки это крайность. Эту крайность мы переживали, если честно, в предыдущей кризисе. Так получилось, что у нас латвийский рынок недвижимости, он за последние, получается, 13 лет, это уже по большому счету третий такой кризис. То есть, да, первый был 2007-2009 год, но это было связано общим мировым, и тогда мы упали ниже всех. Затем у нас была история с удорожанием ВНЖ и общей ситуацией санкций Европа-Россия, которые ударили тоже по нам. Вот. Я действительно хочу сказать, что мы сейчас, как мне кажется, Латвия находится даже чуть-чуть, может быть, в лучшем положении, чем наши друзья эстонцы и литовцы. Потому что до того, как произошла эта ситуация, очень много было разговоров, что цены на недвижимость в Риге где-то на 25-30% ниже, чем в Вильнюсе и Таллине. При всем том, что Рига самый крупный город среди стран Балтии. Ну вот. Сейчас начинаем говорить о том, что по большому счету у нас они менее надутые, наверное, все-таки, чем у соседей. Ну вот, кстати, статистика пришла вот буквально сегодня напрямую, опубликовали новость из Эстонии. Число сделок с квартирами, если мы говорим о марте, оно снизилось. Но надо, наверное, понимать, что первая половина марта была еще относительно благополучная. То есть там вот после 15-го как раз снижение пошло. Примерно на 16% снизились цены, если мы говорим про Эстонию. Ой, цены. На 16% число сделок снизилось. Да. А вот средняя стоимость квадратного метра уменьшилась, ну пока по статистике, в среднем по Эстонии на 3%. Если сравнивать с мартом прошлого года, ну поскольку там в Эстонии был рост, даже зафиксирован рост на 8%, в Таллине средняя стоимость квадратного метра стабильна. Но по всей видимости, ведь средняя стоимость, она как вычисляется, среди проданных квартир. Продаж сейчас мало, соответственно, я думаю, что статистика здесь вряд ли показательная. И может ли говорить о снижении цен, вот если мы про Ригу говорим и Латвию вообще. Я тебе единственное скажу, что за Эстонию у них хорошо то, что у них все сделки проходят через нотариусов, поэтому у них четкая статистика. И можно верить тому, что происходит, да. Но у нас в данный момент какого-то массового сброса там недвижимости, чтобы люди там начали скидывать, нет такого. Был хороший опрос, провела компания Аверс среди 10 застройщиков. Значит, спрашивали ли их о том, что уменьшился ли спрос. 8 из 10 сказали, что да. Готовы ли скидывать цены? Ну, большинство сказало, что нет, и будут смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. При этом как бы активные компании ищут какие-то свои инструменты, возможность работать и на этом рынке. Вот просто два таких ярких примера, о которых хорошо знаю. Есть комплекс резиденция философов. Это у нас в Риге находятся две башни. Вот они на фоне карантина ввели новый такой продукт, называется по-латышски гудраиры. Это мудрая аренда. Суть его заключается в том, что они предложили арендовать квартиры на год. А по прошествии года люди могут принять решение об их покупке. При этом они готовы все 100% арендной платы зачислить в стоимость недвижимости. Да. Но при этом как бы тоже, опять же, понятно, что люди приходят и к ним, и те, кто соглашаются на такое предложение, они, безусловно, торгуются. Я думаю, что сейчас застройщики все-таки должны говорить. И объективно сейчас рынок покупателя, по большому счету, он был и до этого рынком покупателя, да, у нас, по крайней мере, в латвийской истории. Но он становится еще более рынком покупателя. Вот. И второй пример застройщик, тоже у вас рекламировался, знаю, на Приане проект SouthCraft Sun Republic, Солнечная Республика. Вот мы тоже с ним общались. Он сейчас мотивирован там продать пакет своих квартир. Не все, но вот он там выставляет 10, порядка 10, может быть, чуть больше квартир. Для них назначают специальную цену. Он делает предложение о том, что можно и аренду с правом выкупа на это, и можно еще и рассрочкой платежа. То есть люди мотивированные стараются искать какие-то инструменты для того, чтобы поддерживать спрос. Скажи, пожалуйста, я тебя прервал, ты начинал разговаривать, ты начинал рассказывать про историю, связанную с коммерческой недвижимостью. Какая ситуация здесь? И давай пока о текущей, а потом о прогнозах. Ну, хорошо. Ну, по коммерческой недвижимости как бы все зависит от того, к какому бизнесу относится арендодатель. Безусловно, как бы просто у меня тут есть такая небольшая шпаргалочка. Вот пострадали представители каких отраслей? Там транспорт, складирование, гостиничная отрасль, общепит, оптовая розничная торговля, обрабатывающая промышленная недвижимость, услуги развлечения и отдыха, лесное хозяйство. И если ты понимаешь, что твой бизнес в ближайшее время не будет получать доходы, то, безусловно, ты обращаешься к арендовладельцу с просьбой пойти навстречу. Было так, что я разговаривал вот, наверное, две недели назад с владельцем крупного офисного комплекса, мы с ним в хороших отношениях, и был обмен мнениями. Я говорю, обращаются с просьбой ставочки снизить? Он говорит, да, обращаются, но мы не пойдем. Прошла неделя, я ему позвонил, он говорит, ты знаешь, два последних дня звонки идут валом, и мы не можем не реагировать на это. В принципе, я думаю, что те владельцы комплексов, которые понимают ситуацию, которые входят в положение дел своего арендатора, мне кажется, они поступают правильно, потому что они работают надолго. В то же время была вот история, человек говорит, мы обратились с просьбой к владельцу комплекса снизить, тот занял жесткую позицию, сказал, что у нас с вами договор на 10 лет, и типа, что тут я буду вам на 3-4 месяца снижать, дескать, либо я могу снизить, и потом я это все отыграю. Но у того, кто попросил об этом, у него садочек остался. Это тоже такой нюанс. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот, кстати, интересно, мы говорили, ну, понятно, это совсем уже такая глобальная история, что ритейл переживает текущую ситуацию продуктовой более-менее стабильно, ты об этом сказал. Но вот интересно, склады, насколько у вас, кстати, вообще развита в Латвии сейчас интернет-торговля, насколько там работает доставка продуктов, потому что считается, что вот есть такое мнение, что вот именно этот кризис даст мощный толчок в будущем на удаленную руку. Да, 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 да. Я согласен полностью, и у нас, на самом деле, толчок уже дан, очень сильно развивается отрасль, и опять же, вот эти классические большие продуктовые компании, там, Риме, Максим и так далее, они усиленно набирают себе сотрудников, потому что они не стали справляться с объемом заказов удаленной доставки. И здесь действительно есть прирост и есть большой спрос. Я думаю, конечно, безусловно, изменения произойдут в коммерческом сегменте, потому что вот этот вот, эта ситуация, не хочется называть ее экспериментом, эта ситуация показывает, что часть бизнесов может действительно работать на удаленке и необязательно ехать и снимать офис. Поэтому я думаю, что все-таки какие-то корректировки в этом сегменте должны будут произойти. Что, к сожалению, как бы вот тоже очень сильно повлияет на объем инвестиций. Почему? Да потому что многие инвесторы сейчас тоже занимают ожидательную позицию, потому что они хотят четко просчитывать уровень отдачи, а в данный момент, если мы будем ориентироваться на все ставки, которые были вчера, позавчера и так далее, да, но это будет несколько самообманом, наверное. Потому что надо посмотреть, опять же, как государство поможет экономике, насколько бизнесы окажутся устойчивыми, насколько у них плотный запас финансов, чтобы все это пережить. Ну, смотри, Латвия переживала не один кризис и, может быть, даже более громкий, чем переживала вся остальная Европа. Понятное дело, мы всегда и на наших вебинарах очень осторожно относимся к прогнозам, да, потому что, ну, понятно, неизвестно все-таки, насколько затянется история, но все-таки твой взгляд на то, что сейчас будет происходить на рынке на протяжении там двух-трех месяцев, если мы исходим из того, что, ну, китайская история, она там трехмесячная, она продлится практически у всех, но потом будет вот этот осадочек, он безусловно останется. Ты знаешь, как бы, я думаю, что те девелоперы, те владельцы недвижимости, у которых действительно стоит острый вопрос продажи, да, они будут идти на какие-то небольшие уступки, либо какие-то будут делать специальные предложения, но массового сброса я не ожидаю. Я, опять же, ты правильно сказал, для нас это не первый кризис, потому что вот эту там, есть, безусловно, часть паникюров, ай-яй-яй, завтра все будет плохо. В то же время риелторы рассказывают, что сейчас к ним куча обращений, что-то будет очень дешево, давай будем брать. Разговаривал с руководителем продаж одного элитного проекта, она говорит, история один к одному, как вот было после 2014 года. 50% мы забираем. Они эту ситуацию, слава богу, пережили нормально тогда, переживут и сейчас, но, безусловно, коррекция будет. Это тоже факт, и, в принципе, вот у нас сегмент серийного жилья, ну, советская постройка, дома эти, типовые дома, да, то, в принципе, надо понимать тоже четко, что он, цены там не росли уже с середины 2019 года. Ну, сейчас вот в марте начали показывать небольшие там минусы 0,2. Ну, по тем анализам, которые я видел, серийное жилье может там до минус 10 в России. Есть компании, которые прогнозируют по поводу арендных ставок на жилье, ну, тоже 10-15, там, в каких-то крайних случаях может быть 20. Но такого, что массовая распродажа будет, ну, нет, как бы, еще раз говорю, что эта ситуация не является естественным продолжением какой-то экономической проблемы у нас. У нас, я даже сам в прошлом году, когда писал, но я не видел вообще ни одних предпосылок для какого-то экономического кризиса. Были люди, которые ждали, сейчас все должно подешеветь, все уменьшится. У нас росли цены на новые проекты эконом-класса из-за того, что росли расходы на строителей. Ну, кстати, сейчас вот из-за карантина часть латвийских строителей вернулась домой. И, в принципе, сейчас начинается, вот, допустим, по Юрмале вырастает интерес к покупке земельных участков для частной застройки. Почему? Да потому что сейчас труд строителей стал чуть-чуть дешевле. Есть ожидание такого, что себестоимость строительства может тоже где-то на 10-15% стать дешевле. И получается, что сейчас выгодный стройк. Если мы говорим на срок 5-10 лет, то я думаю, что все выровняется. И, может быть, будет такой небольшой спадель, да, но если долгосрочно. Скажи, пожалуйста, если мы говорим все-таки о новом строительстве, что сейчас с ним происходит? Вообще стройки ведутся? Да-да, у нас все, абсолютно все стройки работают. И, в принципе, у нас в 2020 году, в следующем году много будет государственных проектов, где задействованы государственные деньги, за счет этого опять же будет эта помощь бюджету. Плюс у нас Rail Baltic, это строительство железной дороги от Таллина до Варшавы, это тоже очень большой проект. Поэтому государственные институции продолжают строить, частники, те, кто начали, тоже продолжают строить. Безусловно, есть, что те, кто планировали начать строительство вот буквально там май, июнь и так далее, они приостанавливаются, они хотят тоже посмотреть ситуацию. Но в то же время уже есть примеры застройщиков, которые мне рассказали, что в начале марта они не собирались строить, ну, не собирались входить в проект, а после переговоров, которые провели со строительной компанией в конце марта, они решили, что они будут входить, потому что сейчас они стали разговаривать со строителями уже на своих условиях. До этого было так, что у нас строители диктовали условия. Ну и тогда, наверное, последний вопрос. Программа «Золотой визы. Вид на жительство», она после 2014 года, известно, подсдулась, хотя в свое время была самой популярной из всех европейских, по крайней мере, со стороны русскоязычных покупателей, а уж россиян, тем более. Деньги всем сейчас будут нужны? Можно ли ожидать? И вообще, что про это говорят? Каким образом будут подвижки в этом направлении? Смотри, на самом деле тут был информационный фон о том, что думают изменить эту программу, да? Но я думаю, на фоне вот этого уже карантина никто даже этот вопрос не будет поднимать, и они вообще никто не говорит, программа работает, и я уверен, что она будет продолжать далее работать. В прошлом году, в 2019 году, инвесторами было куплено 100 единиц недвижимости именно с целью получения ВНЖ. Значит, ВНЖ получают супруги несовершеннолетние дети. По моим ожиданиям, если честно, я считаю, что после того, как границы откроются, то как минимум такую же цифру мы можем увидеть до конца этого года. Потому что, опять же, мы с тобой встречались на выставках, и я вижу, интерес к этому продукту есть. Только вот сама ситуация сейчас не способствует, чтобы его можно было использовать этот продукт. Дорогие друзья, мой друг и коллега Роман Голубев, главный редактор латвийского журнала «Квадратный метр» и портала «Варианти.ЛВ». Контакты Романа, я думаю, мы сейчас обязательно скинем в наш чат. Роман, спасибо большое. Роман занимается, ну, и помощью, и в подборе недвижимости, и консультации. Так что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Телефон есть. Роман, спасибо, здоровья. И увидимся теперь уже осенью на выставках недвижимости. До свидания.